Что такое химическое оружие? Согласно Конвенции о химическом оружии, термин «химическое оружие» означает Любой токсичный химикат, который за счёт своего химического воздействия на жизненные процессы может вызвать летальный исход или причинить вред человеку или животному. Любой химикат-прекурсор, используемый для производства токсичного химиката. Любые боеприпасы или устройства, предназначенные для причинения вреда или смертельного поражения в результате высвобождения токсичных химикатов. К их числу могут относиться миномётные мины, артиллерийские снаряды, ракеты, бомбы, мины и распылительные приборы. Любое оборудование, предназначенное для использования в связи с применением боеприпасов и устройств, подпадающих под определение химического оружия. Существует четыре типа отравляющих веществ, используемых в качестве химического оружия, и каждый из них воздействует на организм человека по-разному. Отравляющие вещества удушающего действия в основном причиняют вред дыхательным путям, вызывая раздражение носа, горла и особенно лёгких. При вдыхании эти ОВ воздействуют на воздушные мешочки в лёгких, альвеолы, которые начинают непрерывно выделять отёчную жидкость, по сути переполняя все поражённые альвеолы. ОВ кожно-нарывного действия воздействуют на кожу сначала как раздражитель, а потом как клеточный яд, а также при вдыхании. Они вызывают опасные для жизни нарывы, поражая глаза, дыхательные пути и кожу. ОВ общее ядовитого действия подавляют способность кровяных клеток использовать кислород, что по сути приводит к тому, что организм задыхается. Они попадают в организм чаще всего в результате вдыхания и распространяются по кровеносной системе. ОВ нервно-паралитического действия воздействует на периферическую и центральную нервную систему, приводя к гиперстимуляции мускулатуры, желёз и других нервов. Они являются высокотоксичными, быстродействующими химикатами и действуют прежде всего путём абсорбции через кожу и лёгкие. Конвенция о химическом оружии запрещает разработку, производство, накопление, передачу и применение химического оружия. Она устанавливает полный и всеобъемлющий запрет на целый класс оружия массового уничтожения. Но что делать в отношении токсичных химикатов и их прекурсоров, которые могут использоваться в мирных целях, например, в фармацевтике или сельском хозяйстве? Согласно Конвенции, токсичные химикаты или их прекурсоры могут быть отнесены к химическому оружию в зависимости от своего предназначения. Этот критерий получил название «критерий общей цели». Критерий общей цели позволяет государством-членам производить и использовать химикаты в мирных целях. Если токсичный химикат или его прекурсор используется в целях, незапрещаемых по Конвенции, или, иными словами, если вещество не используется с тем, чтобы вызвать летальный исход, временный инкопоситирующий эффект или причинить постоянный вред человеку или животным, оно не считается химическим оружием. Однако любой химикат, предназначенный для целей, связанных с применением химического оружия, независимо от того, указан ли он конкретно в Конвенции или приложениях к ней, в том числе в трех списках химикатов, рассматривается как химическое оружие. С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте obcw.org. Субтитры создавал DimaTorzok